День добрый, дорогие мои. Продолжаем катать EvoTrek Simulator 2 версии 1.43. С вами Элик Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я в Казахстане. Сейчас посмотрим по карте, где конкретно, вот посредине, недалеко от городка, от населенного пункта Бейнео. Или это поселок какой-то. Так, еду из Актау. Еду в Куйсары. Везу 47-тонный трансформатор. Так, теперь смотрим. Да, сколько ты скачешь? Слушай, Вася. Так, 47, почти 48 тонн. Красавчик такой, да. Прицеп такой зачетный с поворотными осями. Тяжелый такой груз. Так, четверг сегодня. Я ожидаюсь. Я ожидаюсь, да. Меня ожидают. Так, то у меня appointment на пятницу с половиной пятого до без двадцати, грубо говоря, 12. То есть до обеда я должен доехать. Но это сегодня все успеваю вообще без проблем. Что у нас, значит, главное действующее лицо? Это Кенвер ФЛБ с дизелем Кэтси 15, 435 лошадиных сил. Дизель со стыковым, с 13-й коробкой. И там, немножко для хороших, таких серьезных грузов, немножечко не хватает мощи. Этому котель Киллеру. Ух ты, гроза такая. Так, вот здесь кафе-ха такая. Вон там кафе-ха. Очень хорошо покушал, отдохнул. Хорошего пути. Так, ближний. Ну что ж. Так. Сейчас, подожди, поудобнее устроимся. Так, и напомню, это у нас реальная экономика. У меня здесь стоит мод, который меняет все финансы в игре. Но делает их более реальными такими. Не совсем, конечно, реальными, но... Так. Не могу сразу выруливать налево, на разворот. Потому что прицеп с поворотными осями... Хвост начнет направо заносить и... Вот теперь можно. Так, ну-ка, посмотрим, с внешки как. Сможем, нет. Да, видишь, как хвост затаскивает. Все, вот видишь, хвостом задел и все, споткнулся. Да. Не очень-то удобно с такими прицепами, слушай, выезжать, заезжать. Так, вот теперь, пробуем зарулять. Видишь, как на прицепчике ося поворачиваются. И то волоком тащу. Ну, сейчас дорога сырая, поэтому ничего страшного. Да. С таким прицепом надо быть поаккуратнее. Развернитесь. Куда? Поверните налево. Так, ладно, в сервисном поеду. Закончу рейс, потом машинку маленькой докручу. Некогда сейчас. Некогда. Двигайтесь прямо. Пока некогда. Немножко не хватает, конечно, да, чуть-чуть. Но ничего страшного, все будет, все будет, все будет впереди. Пока обедал, такой зачетный ливень пахнул. Прям серьезный такой. Ехать нам почти две суточки. Ну, это ерунда. Горных дорог тут каких-то таких серьезных нету. Так что, я думаю, мы нормально, очень хорошо доберемся. Так. Дождик стихает понемножку. Проясняется погодка. Поверните налево. Двигайтесь прямо. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Поверните налево. Так, стоп, 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 стоп. Красавчик. Мне так нравится, как он идет. Так, все, дождик закончился. Хорошо. Сверняя коротенькая такая будет. Надо, конечно, лошадей до 550 где-нибудь. Может, даже чуть больше накрутить его. Какая-то C15. Он хорошо крутится, хорошо чипуется. Хороший дизель. Та-дам, па-дам, па-дам, па-дам. По обзорности, конечно, этот Фредик чуть похуже КамАЗа будет. У КамАЗа бомбаж повыше. Передней стойки чуть поуже. Но я нисколько не жалею. Лучше или хуже, этот, этот другой грузовик. Тот в своих 500 лошадей КамАЗа был помощнее чем адрес. С тяжелыми грузами я лучше ходил. Хотя, в основном, то у меня груза были 20-25 тонн. Я ни одного груза на КамАЗе не таскал под 47 тонн. Ни одного не было тяжелого. Самый тяжелый груз, это вот первый тяжелый груз, трансформатор, который сейчас я везу, но все равно надо. Деньги есть, надо накрутить. Надо накрутить. Все-таки запас мощности он никому не вредит. Просто удобней. Тем более, впереди меня ждет южный регион. А там горы. А если я хороший груз, если я тяжелый, тогда как? В этом виде, который я приобрел, этот FLB, для него очень хорошо подходят любые прицепы. Кроме, если по-американски, с американскими названиями такими, то это REF и DRAVEN. Все остальные подходят. Даже Канестога его хорошо идет. А если по нашим, то все, что угодно, кроме шторы. Ну, REF более-менее подойдет. Ну да. Штора, термо. Ну, REF еще подходит как бы сюда. Все, что ниже. Вообще, к этому Фредику подходит вообще идеально. Бочки, контейнеры. Платформы любые, бортовые, без бортов. Двигайтесь прямо. Прям на ура. Смотрится. Да. Меньше сотни осталось. Ну уж, а я вообще зачетно еду, а? Просто по красоте. Так, что у нас там? Движух какая-то впереди. Энжин-брейк, как хорошо так красиво барбочен. Во, впереди поворот. Я не помню точно на каком траке. Вроде это масс был. Может быть и нет. Вот на этом повороте, который влево, я лег на бочину, на правую. Ай. У меня, кстати, на моем канале здесь есть... Приготовьтесь к повороту налево. Есть эта катастрофа. Есть, есть такая тема у меня тут. Поверните налево. Поэтому лучше потихонечку? Лучше потихонечку 놀им? Готовьтесь к повороту направо. Поверните направо, затем продолжайте движение прямо. Классный прицепчик. И размер у него такой серьезный. И такие тяжелые груза можно на него ставить. И маневренность классная. Вот к такому прицепу можно даже брать классический тракт американский. Нормально будет. Что мы и сделаем, но не сейчас. Пока не сейчас. Я думаю, стоит ли, стоит ли расширять гараж. А может нафиг это нужно? Так, ну что у нас там? Более 7 миллионов, да, у нас сейчас средств. Я думаю, до 8 миллионов заработаю на этом траке. И нормально, да, но с довольствием. Ты даже, получается, трак этот не отбил. Он что-то около трех с лишним стоил мне. Не знаю, посмотрим. Может быть, может быть, может быть. Может быть, стоит расширить гараж. И, блин, ка. Вложить копеечку в развитие. Блин, вот не знаю, что делать. Или самому потихоньку зарабатывать, побольше катаясь. Так-то, конечно, по большому счету, надо было на КамАЗе ездить, конечно. Но раз уж взял кредит, поехал. Раз уж взял кредит. Значит, так-то мы и будем. Пусть. Машинка уж очень эта хорошая попалась мне. Упускать не хотела, да, Фреддика. Нет, ну что, салон нормальный ведь. Нормальный. Вполне приятный такой. Да, это почти что тот же КамАЗ. Только покомфортнее, поудобнее. Есть кондишн. Это самое главное. Я же в Казахстане. Так. 29 градусов по Цельсию. Жарковато в КамАЗе-то ездить по таким градусам, да? О, а вот и маркер. Ага. Тихо-тихо-тихо. Там боюсь. Коротенький рейс у меня получился. Так, он, вижу, впереди сервис. На кольце третий съезд. Сейчас съедете. Прицеп, смотри, как классно заходит. Вообще, заправляется легко. Если я буду покупать себе прицеп, то вот только такой. Приготовьтесь к повороту направо. Только такой, никакой иначе. Поверните направо. Серьезный, хороший, с хорошей грозоподъемностью. Так, почти доехали. Приготовьтесь к повороту направо. Чуть-чуть. Так, ага. Поверните направо. Большая площадка такая, да. Ну, сейчас посмотрим, как нам заезжать. Может, надо будет на дорогу выехать. Приехали. Конец пути. Потому что здесь, может быть, не помещусь я с таким большим прицепочком. На классике 100% пришло и блюдо. Сейчас зачекинемся. 40 хапп давай. В принципе, должен я поместиться. Должен, должен, должен. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратненько. Так. Ну, и по вещам, все нормально, не слышу. Ну, аккуратненно с таким прицепом. Видишь, как сразу заворачивать, начинаем это его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, пойдет Вообще, очень сильный хвост загносит сбоку Так, стекло поднимаем Новая речка выключаю Прицепочка даем Превосходно, по красоте Так, ну что Время шестой час Надо вставать отдыхать Достаточно на сегодня Так, кульсары Где мы сейчас можем встать Тут сервис, тут отдых Ну смысла нет куда-то далеко уезжать А, сейчас я погляжу Может куда-нибудь сюда В принципе, я же в сервис хотел ехать Давай-ка я, наверное, в сервис Мне надо машину-то накрутить Так, уезжаем направо и сюда Там в сервисе Может быть и разрешат Остаться Пока не сделают машиночку А может у них все будет Наготове Так, мы с Богом Там, кстати, он гараж Стоит на продаже За некоторую копеечку Танге Можно, но и надеюсь Там остаться будет Так что Энюшки всем нужны А может мне прямо сегодня Машинка-то и сделает Так, гараж Сервис направо, гараж прямо А, нет Куда ты поехал Гараж сюда Здесь завист Так, ну что ж А, кстати, ты что сейчас встал-то? Давай-ка, друг мой Паркуйся Паркуйся Давай вот сюда С краешка встанем сейчас Ой, хорошо Так, ну что ж, друзья На сегодня Хватит работать Пора отдыхать Всем спасибо Спасибо за просмотр Спасибо, что были со мной Оставляйте комментарии Оценивайте это видео Подписывайтесь на канал Берите в колокол, чтобы В курсе выхода Следующих новых видео Обязательно переходите по ссылке На мой второй канал На Рутуб Но я, наверное, думаю Пока не буду туда видео Выкладывать Пока Ютуб работает Также Под этим видео Есть ссылка На мою страницу Вконтакте Заходите Смотрите Скриншоты Ну вот Как-то так Всем спасибо Всем пока Увидимся До новых волнующих Субтитры сделал DimaTorzok